Здарова! Раз вам предыдущий ролик понравился, думаю, альтернативный сюжет про Сайтаму однозначно зайдет. Все мы знаем, что Сайтама сильнейший человек во всей вселенной. Настоящий герой, которого не волнует почет и статус. Он все это делает ради себя. По его словам, это просто его хобби. И не нашлось даже одного достойного противника, который смог бы противостоять ему. Даже повелитель вселенной Борос не нанес ему никакого урона. С вами, как всегда, Аниманка. И мы начинаем. Ну давай. Пожалуй, начнем мы с того, что правительство уже давно знает о силе Сайтамы. Но никто не знает полный предел этой мощи, как и мы с вами. И поэтому государство создало специальную организацию, целью которой является остановить Сайтаму, если тот вдруг выйдет из-под контроля. Ведь что угодно можно было ожидать от такого человека с запредельной силой. Итак, обычный день. Сайтамы вместе с Геносом решили пойти за покупками. Ведь сегодня была очередная распродажа. И, конечно же, пропускать ее он не собирался. Мастер, осторожно. Что-то приближается к нам с невероятной скоростью. А? Монстр, что ли? Нет, не думаю. Приближается. Это был незнакомый парень, который состоит в той самой организации. И он намерен в одиночку ликвидировать Лысого Плаща. После этих слов, этот неизвестный парень сразу же накидывается на нашего Лысика с криками «Я убью тебя». Конечно же, у него ничего не получается. Ибо Генос прорывает его атаку своим мощным лазерным лучом. Генос после удара луча сразу же летит к этому парню и пытается добить его. А тот, оказавшись в зязи, разрывает его на части. Генос в недоумении от произошедшего. Как так случилось? Насколько же ты быстро? Генос после того, как потерпел поражение, пытается предупредить своего учителя. Мастер, он оказался очень силен. Я бы сказал, что он даже опережает С-класс. Будьте осторожны! Герой прерывает Геноса, положив ногу на его голову. Герой нагло смеется и, поднимая голову, замечает, что наш Сайтама куда-то пропал. Сайтама оказывается за спиной этого героя и мгновение ока хватает и впечатывает его в стену. После того, как он разобрался с этим парнем, он помогает Геносу встать и спрашивает у него. Ты не знаешь, что это был за хулиган? И чего он паянил так? Учитель, тут что-то не так. Видимо, все герои... В эту же секунду слова Геноса прерывают героя из той самой организации, которые следили за происходящим. На место прибывают еще и несколько героев С-класса. Все герои собираются вступить в бой против Сайтама и Геноса, так как им уже доложили, что Лысый Блэш вышел из-под контроля и уже не является героем, как и Генос, который на его стороне. Все герои разом нападают на Сайтаму. Тот, в свою очередь, конечно же, просто отбивается и уклоняется, не понимая, что происходит. Внезапно из ниоткуда появляется Тацумаки, которая швыряет в Сайтаму целое издание одним лишь взмаком пальца. Лысик быстро хватает Геноса и отворачивается от ее атаки. Положив Геноса неподалеку, Сайтама решает вступить с ними в бой. Судя по всему, я уже опоздал на распродажу, и вы заплатите за это. «Мне плевать, герои вы или монстры. И еще, вы чуть ли не убили Геноса. За это вы тоже заплатите». Тацумаки в ярости и говорит, что это он монстр, которого немедленно нужно ликвидировать, что она и собирается сделать. Остальные герои пытаются внезапно атаковать Сайтаму, на что он окричает с сериями обычных ударов. Сайтама серьезным ударом превращает целое издание в пыль, что неудивительно, ведь этим ударом он уничтожает любого монстра. После удара Сайтама медленно выходит из дыма, а герои с удивлением наблюдают за этим. Тацумаки, в свою очередь, пытается атаковать его с помощью своей эйсперской силы, но, как мы все знаем, все без толку. Ее силы никак на него не подействуют, и Сайтаме все ни по чем. Сайтаме надоело уворачиваться, и он решается ответить. Сперва он резким рывком набрасывается на Тацумаки и пробивает ее вместе с ее барьером, за который она хотела спрятаться. И в это время на поле битвы появляется световой флэш. После увиденного он решает атаковать лысика. Флэш на скорости света направляется к нему и пытается атаковать со спины. Но не тут-то было. Сайтама сразу же замечает его и запросто откидывает куда подальше. Это случилось настолько быстро, что никто даже не увидел их движение. Все увидели только то, как что-то с высокой скоростью ударилось об стену и свалилось на землю. Это был световой флэш. На место происшествия пробывают все сильнейшие герои, которые намерены ликвидировать нашего лысика. Они увидели, как Сайтама с легкостью расправляется с героями С-класса. И они были в ужасе от этого. Но у них была задача остановить лысого плаща, который потерял над собой контроль. Они без раздумий сразу же атакуют его. Но Сайтама встречает их сериями обычных ударов. Произошел большой взрыв. Многие герои очень серьезно пострадали. Оказывается, Сайтама случайно попал одним ударом по земле, из-за чего и произошел этот взрыв. Дым рассеивается. Оставшиеся герои все изранены и в страхе смотрят на Сайтаму. Дым рассеялся. И наш лысик, потрогав свое лицо, замечает свою же кровь. Сайтама ухмыляется. Ему это, видимо, понравилось, ибо давно он не чувствовал вкус собственной крови. Неужели герои все-таки смогли нанести урон лысому плащу? Внезапно его атакует зомби-мен, которого он хватает и за секунду разрывает его тело на части и откидывает куда подальше. Бесправный Издок услышал грохо. Он проезжает вперед и видит, как Сайтама избивает героев. Издок пытается его остановить. Но Сайтама откидывает его и просит, чтобы тот не мешался под ногами. Сразу же, после этого, Сайтама слышит чей-то оклик. Он присматривается и замечает Суирю. Кулак пустоты говорит, чтобы тот остановился, либо он постарается ликвидировать его. Даже несмотря на то, что тот гораздо сильнее, он попытается остановить его, если тот продолжит буянить. Сайтама отвечает, что они первые начали, и он не остановится, пока не перебьет их всех. Суирю, со вздохом сожаления, использует свой сильнейший прием. Сотрясающий кулак тигра бездны. Сайтама легким ударом ноги впечатывает его в камень, после чего Суирю сразу же вырубается. Оставшиеся герои изо всех сил пытаются атаковать нашего лысика. Они все атакуют и атакуют без остановки. Сайтама серьезным видом отбивается от всех их ударов и убивает большинство напавших на него героев. Остальные герои отступают назад. Геннесс, который наблюдал за всем происходящим, был в шоке от увиденного. Он думал, что с героями что-то не так. И еще, он не узнавал своего учителя. Он раньше не видел его таким. В глазах Сайтамы была ненависть. Он был уже совсем другим человеком. И был ли он человеком, тоже остается под вопросом. Сайтама без раздумий бежит к оставшимся героям и запросто вырубает их до единого. В эту же секунду на место происшествия прибывают Бэнг, его брат Бомб, Фубуки и Кинг. Они все с удивлением на лице говорят ему, что они ждали их дома. Но они так и не пришли. А вскоре по новостям они увидели нечто ужасающее. Но мы не поверили в это. И решили все же проверить, что же происходит на самом деле. Но как мы видим, это оказалось правдой. Что же ты натворил, Сайтама? Сайтама как будто бы не слышал их, ибо в его глазах горела небывалая ненависть. Находясь в таб-квартире Ассоциации Героев, Чичи наблюдал за этим. Это была не Ассоциация Монстров, не те пришельцы, не даже Охотник на Героев Гарроу, угрозой всему человечеству, о которой говорила предсказательница Шибава. Это оказался он, Сайтама. Пока Сайтама стоял над телами Героев, которые пали от его рук, позади Сайтамы из дыма выходит неизвестный парень в геройском костюме с длинным красным плащом за спиной. Бэнк в шоке от увиденного. Он говорит, что этого не может быть. Это же Бласт. Отдельная благодарность Конфронтейшену, Фасту Накамуре, Даблдаун, Ренат Балакардашев, Кириллу Милякову и Акхану Шарапову. На самом деле, никому так и не удалось нанести урон Сайтаме. В бою против героев, когда он встречал их атаку обычными ударами, один из ударов случайно прилетел ему уже в лицо. Вот почему у Сайтамы пошла кровь. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok